Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатензельский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Делать прививку или нет? Вот в чем вопрос. По данным Роспотребнадзора от коронавирусной инфекции привито порядка 50% взрослого населения Ненецкого автономного округа. За состоянием законсервированных и ликвидированных геологических скважин необходимо установить контроль. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа готовится обращение в адрес правительства России. Лучшая защита от болезней – крепкий иммунитет. Какие средства выбрать, чтобы укрепить свое здоровье перед долгой зимой? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. По информации федерального портала stopcoronavirus.rf на 25 октября в регионе официально зарегистрировано 60 смертельных исходов от коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в округе выявлено еще 15 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2658 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2479 человек. За прошедшие сутки – два пациента. По информации регионального Роспотребнадзора, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс находится 238 человек. Еще у шести пациентов коронавирус был подтвержден результатами исследований методом иммуно-ферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 244 человека. Из них стационарное лечение получают 59 человек, амбулаторное – 185. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1168 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В Ненецком округе продолжается кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Привито порядка 50% взрослого населения. 19 октября своим постановлением главный санитарный врач Ненецкого автономного округа ввел на его территории обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. С данным постановления можно ознакомиться на официальном портале управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу. Вакцинироваться или нет – острый вопрос современности. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в жизнь каждого человека. Игорь Попов принял решение вакцинироваться для работы. Работа с людьми, опять же, проходит постоянно очень много людей. Ты не знаешь, какой человек. И это же все без симптомов протекает. Все же, я говорю, лучше перестраховаться. Молодой человек вакцинировался спутником ВИМ. Отмечает незначительное повышение температуры после прививки. Температура 37 была небольшая, держалась где-то дня два. Немного шею ломало. Но это, в принципе, все. Со второй там уже вообще никаких. Немного вместо укола поболело, вместо вакцинации. А так все просто. Надежда Сазонова, в свою очередь, приняла решение о вакцинации, чтобы обезопасить себя и родных. Прививалась, потому что живу вместе с дедушкой и бабушкой. А так как они у меня в группе риска, и я очень сильно за них переживаю. Надежда также не ощутила ухудшения здоровья после вакцинации. Прививался также мой дедушка. На момент прививки ему было 70 лет. Отлично перенес. Даже вроде как температуры не было. Переболел значительно легче, чем мог бы. То есть поднялась температура, но никаких тяжелых осложнений не было. Что не может не радовать. Заведующая взрослой поликлиники Светлана Бабий отмечает, что людям старшего возраста вакцинироваться особенно необходимо. Сделать это можно после консультации со своим лечащим врачом. Пациенты старше 60 лет обязательно перед прививочкой должны быть осмотрены врачом. Потому что, имея хронические заболевания, врач уже смотрит. Если идет обострение хронического заболевания, прививочку необходимо перенести в период ремиссии самого заболевания. Жители преклонного возраста нашего города в большинстве случаев вакцинируются. С Путником летом в июне, первый компонент в июле, второй, ничего не почувствовала. Была в очень близком контакте, не заболела. Не вакцинировался, не вакцинировался. Я здоров как бык, чему скрывать. Я пятаки могла ломать. Я зимой переболел, полтора месяца лежал. Не успел. Я хотел уколоться, но не успел. В январе, а не только первая партия, она кончилась, видать. А уже сказали позвонить через две недели. А уже все, я уже заболел. Я на всякий случай еще укололся и все. Пока. Там видно будет. Для лиц, имеющих хронические заболевания, также необходимо пройти тщательный осмотр у врача. Если болезнь в фазе обострения, доктор выпишет временный медотвод. Вообще, я считаю, что если делать прививку, нужно точно за все свои заболевания, потому что мало ли что, это может вылиться какие-то аллергические реакции, в том числе отек винки, анафилактический шок. Это все все-таки страшно, опасно. Из-за этого я, собственно, пошла к терапевту, потому что знала, что у меня есть проблемы с аллергией. Я пришла к терапевту, получила медотвод. У меня он не постоянный, он временный на период обострения хронического заболевания. И, в принципе, получить его было не так сложно. Главное – просто показать диагноз, и тогда тебе выпишут медотвод. На сегодняшний день в медицинских учреждениях округа для вакцинации используются двухкомпонентные препараты «Спутник ВИИ» и «Эпивак Корона», а также однокомпонентный «Спутник Лайт». Записаться на прививку можно в медицинских учреждениях по месту жительства или через портал госуслуги. За состоянием законсервированных и ликвидированных геологических скважин необходимо установить контроль. На территории региона на сегодняшний день 19 законсервированных скважин представляют потенциальную опасность. В собрании депутатов Ниньинского автономного округа готовится обращение в адрес правительства Российской Федерации по решению данной проблемы. За всю историю освоения природоресурсного комплекса Российской Федерации был накоплен огромный фонд скважин, как ликвидированных таки, находящихся в консервации, горных выработок и иных сооружений, находящихся на территориях как распределённого таки нераспределённого фонда недр. В настоящее время их техническое состояние не поддерживается надлежащим образом и представляет серьёзную потенциальную опасность для окружающей среды и населения. На территории округа у нас имеется скважина, пробуренная в период 60-80-х годах и за техническое состояние, которое практически на сегодняшний день за техническим состоянием никто не следит. И это может привести к какой-либо экологическим последствиям. Я начала изучать существующие законы Российской Федерации, которые регулируют право или предусматривают, каким образом установить порядок контроля и приходим к выводу, что юридически ни за кем не закреплена ответственность за состояние таких объектов. И вот поэтому мы подняли такой вопрос. Как пояснили в Департаменте природных ресурсов АПК и экологии, в Ненинском округе за весь период геолого-разведочных работ пробурено более 1700 скважин. Из них в нераспределённом фонде недр по данным Федерального агентства по недропользованию числи за 194 скважины, из которых 19 являются потенциально опасными. В последний раз работы по подготовке проведения инвентаризации скважин составлению базы данных по скважинам выполняли в 2005 году. Аналогичная ситуация сложилась в Республике Коми. Сохранность и безопасность за состоянием скважин, которые находятся в нераспределённом фонде, это касается характерной данной проблемы и для других регионов наших соседей, где проводились работы геолого-разведочные. И поэтому мы эту проблему решили вынести на рассмотрение нашей парламентской ассоциации по северу-западу. Были проведены рабочие встречи и совещания с Департаментом природных ресурсов экологии и АПК при участии представителей Севзапнедра, Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Коми и Ненецком автономному округу и Печорского управления Ростехнадзора. Все стороны поддержали актуальность данной проблемы и отметили крайнюю необходимость обратиться в правительство, чтобы решить проблему на федеральном уровне. Ну, юридически должно нести ответственность государство. Но у государства должно быть, кто конкретно должен нести ответственность. И здесь на кого возложено провести своевременный мониторинг, выявить проблемные участки, провести работу их по ремонту, восстановлению, чтобы не допустить к каким-то экологическим последствиям. Мы проводили ряд совещаний на уровне Департамента природных ресурсов. Чтобы не быть голосом, давайте я приведу, наверное, все многие помнят, Кумжинское месторождение. Проблема безопасности, экологической безопасности, она до сих пор до настоящего времени решена. Что мешает, на мой взгляд, я буду говорить свою точку зрения, так как, наверное, два фактора. Первое, нет юридической ответственности на лица, и второе, отсутствие финансирования. На уровне правительства Российской Федерации нужно разработать порядок организации контроля, кто должен выполнить работу по переконсервации или выполнению ремонтных работ, и каким образом осуществляться должен технический надзор, периодичность проведения этих надзорных функций, и не просто осмотр, а именно проведение обследования технического состояния, и, безусловно, определить источник финансирования. Вот эти вопросы мы поднимаем и обращаемся к правительству Российской Федерации, чтобы разработали порядок. Именно ваше обращение к этому. Суть нашего обращения сводится к следующему. Чтобы было разработать порядок и источник финансирования. Обращение собрания депутатов Ненецкого автономного округа будет рассмотрено на конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада, и после принятия решения по существу будет направлено в правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов с просьбой провести техническое обследование скважин для предотвращения негативных явлений и увеличить объемы финансирования на данные виды работ. Предположительно, эти работы можно провести уже в следующем году. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Губернатор Ненецкого округа принял участие во Всероссийской переписи населения. Юрий Бездудный заполнил листы самостоятельно на портале госуслуги. Это самая быстрая и удобная форма участия в переписи. Возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуги. Главное нововведение Всероссийской переписи населения 2021. На портале можно переписать не только себя, но и совместно проживающих членов семьи. Заполнение электронного переписного листа займет всего 10-15 минут. Переписаться на портале госуслуги удобно, быстро и безопасно. После заполнения анкеты на электронную почту и телефон придет QR-код, который нужно показать переписчику при обходе им жилых помещений или на переписном участке. Переписные участки располагаются в технопарке «Кванториум», спортивной школе Олимпийского резерва «Труд», Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова, школе номер 3, а также в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в центральном офисе по адресу Ленина 27В и в офисе поселка искателей по адресу Губкина 3Б. Переписчики на переписных участках помогают населению заполнить анкеты, а консультационную помощь по способам участия в переписи оказывают волонтеры регионального корпуса волонтеров Всероссийской переписи населения. Если хочешь быть здоров, послушай докторов и народных целителей. Холодная погода и отсутствие солнечного света – все это отнюдь не способствует хорошему иммунитету. На помощь нам приходят аптечные препараты и лекарственные растения. Какие средства выбрать, чтобы укрепить свое здоровье, разбиралась Ольга Руссу. Правильное питание, полноценный сон и отсутствие стрессов. Вот, по мнению специалиста-аллерголога-иммунолога Дмитрия Рождественского, три кита здоровой жизни. Кроме того, доктор уверен, надо соблюдать умеренность во всем и в первую очередь в питании. Правила не хитрые, зато организм выработает иммунитет, способный вас защитить. Помогают нам их поддержать элементы здорового образа жизни. Как-то умеренная физическая нагрузка, ограничение вплоть до исключения вредных факторов, представленных табакокурением, злоупотреблением алкоголя. Кроме того, необходимо соблюдать профилактические меры, актуальные как в период сезонного заболевания респираторными инфекциями, так и в режиме пандемии – мытье рук, ношение защитных масок, промывание слизистых. Также мы должны использовать ежеквартально витаминно-минеральные комплексы. То есть каждый квартал в течение месяца мы должны употреблять витаминно-минеральные комплексы. Мы живем на севере в условиях недостатка витаминов и минералов. Впрочем, альтернативой медицинской точки зрения на укрепление иммунитета выступает медицина нетрадиционная на основе трав. Причем заготавливать иммунные растительные сборы можно и самостоятельно. Главное – строго придерживаться рецепта. Еще 10 лет назад в Ненецком округе был издан травник, в который вошло 80 наименований растений. Его автор Любовь Царькова рассказала о самых популярных и доступных способах позаботиться о своем здоровье. Всем доступен иван-чай, всем известный. Естественно, надо для всех растений искать чистое место куда-то подальше. Ну, не проблема в этом. Мы, допустим, нашли иван-чай с самой ранней весны. Побеги иван-чай, такие елочки, рвали. Причем едешь в это место или идешь, собираешь где-то впрок на неделю. Потому что когда зелень хранится в холодильнике, она ферментируется, она еще полезнее делается. Это растение можно употреблять в пищу, в разнообразных блюдах и есть просто так. Кроме того, иван-чай можно заготавливать специальным способом и заваривать как чай. Отличными иммуностимуляторами являются листья мяты, черной смородины, чашелистики, морожки. Каждое растение несет пользу. Я ела три вида. Знаете, вот, наверное, такой лишайник белый, как звездочки. Вот это кладония звездчатая. Лучше всего ее, чтобы есть еще другие виды, но чтобы не путаться. Вот ее собрать немножко. Лучше всего сейчас, чтобы хватило до лета. И просто вот шепотку этого ягеля есть, жевать. И еще, вопреки многим суждениям, Любовь Царькова считает, что проводить отпуск надо на севере, но при этом стараться ловить солнечные дни. В этом году мы полетели на Северный Тиман, так там в сто раз лучше Алтая. То есть даже никакого сравнения. Алтай – это чебуха. Здесь у нас можно отлично отдохнуть. Вот Северный Тиман – это просто волшебство. Там ходишь среди этих останцов в эйфории такой, вообще рационально ты не соображаешь. И теперь тебе хочется, после этого, когда мы были в августе, вернуться туда. Все, что ты хочешь в жизни, это туда вернуться и просто там сидеть спокойно. И все же, прежде чем выбрать для себя самый удобный и эффективный способ укрепления иммунитета, необходимо проконсультироваться с врачом, а потом уже выбирать с учетом особенности организма. Кукольный этюд – как выражение своих талантов. Во Дворце культуры Арктика начал свою работу необычный театр. Стать актером нового творческого коллектива может любой желающий вне зависимости от возраста. Чем занимаются талантливые кукловоды, расскажем в следующем сюжете. Стать вверх тяни, чтобы у тебя тыкни клювом поднимался. Юный кукловод Ильдар под чутким руководством художественного руководителя осваивает азы управления совой. Молодой человек посетил уже не одну репетицию, где получил основные знания о кукольном виде искусства. Действие в том, что ты должен повести идеально куклу, чтобы она выглядела и красиво, и играла хорошо, и голос совпадал с движениями. Кукольный театр – достаточно сложный вид искусства. Основная цель постановок – передать эмоции и донести до зрителя мысли всего происходящего через куклу. Артистов изначально учат делать свои этюды, что достаточно трудно. Здесь еще нужно, во-первых, не только там сразу, тебе сразу же не дают сценарий, там то, что ты должен сделать. Ты хотя бы должен свое немного что-нибудь придумать, свое добавить там и придумать это прям, чтобы все совпало прям. Прям было то, что как изюминка на творке, можно так сказать. Вместе с Эльдаром кукольный театр посещают и ребята постарше. Вероника Слезкина в творческий коллектив пошла заниматься целенаправленно. Уже не первый год она посещает разные окружки. Мне нравится то, что здесь можно показать свою индивидуальность, свое воображение. И то, что в будущем можно работать по этой профессии. И это очень хорошо. Именно с творчеством Вероника хочет связать свою жизнь. В будущем молодая девушка хочет стать актрисой кино. Участие в кукольном театре для нее небольшой шаг к своей мечте. Это развивает воображение, конечно, моторику, потому что кукольный театр и индивидуальность, потому что каждый играет свою роль. Сейчас молодые артисты учат основы театральных постановок. Помимо этого ребят также учат справляться со страхом публичных выступлений. Во-первых, например, на выступлениях мы должны не бояться публики. Это раз. Во-вторых, нас учат общаться со всеми, никого не стесняться и быть активнее. В театральном кружке занимаются более 10 талантливых ребят. Курируют их и обучают мастерству Алена Секова. Занимаются детки разных возрастов. Но на самом деле у нас может стать артистом каждый. И это могут быть и взрослые, и дети любых возрастов. От семи лет мы принимаем свой коллектив. В планах у кукловодов большие и интересные постановки. Если у вас есть желание поступить в коллектив, более подробную информацию о творческом кружке можно узнать на официальной странице Дворца культуры Арктика в социальной сети ВКонтакте. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Это вся информация к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.